В эфире программа День Города в студии Наталья Новикова. Здравствуйте! Как всегда, наши авторы поделятся с вами самыми интересными и актуальными новостями. Сегодня вы увидите. Полицейские в Рязани проинспектировали владельцев оружия и частных охранников, дежуривших в крупных торговых центрах и усилили охрану общественного порядка на улицах. Рязанский губернатор поручил усилить меры пожарной безопасности и призвал внимательнее следить за елками. Память журналистов, погибших при исполнении профессионального долга, почтили в Рязани. На состоявшемся 15 декабря заседании правительства Рязанской области губернатор Олег Ковалев поручил усилить меры пожарной безопасности. Глава региона проинформировал участников мероприятия о трагедии, произошедшей ночью в селе Берестянке Сасовского района, где на пожаре в частном доме погибли несколько человек, в том числе дети. По факту гибели людей в настоящий момент идет доследственная проверка. Олег Ковалев выразил глубокие сожаления в связи с трагедией. Рассказывая об усилении мер противопожарной безопасности, губернатор отметил. Нам необходимо согласие, конечно, прокуратуры, надеюсь, вы дадите такое согласие, провести внеплановые комиссионные проверки всех объектов, социальных объектов, особенно объектов социальной защиты, особенно объектов, где люди находятся, которые, ну, будем говорить так, ограничены в движении и ограничены в психическом состоянии. Значит, необходимо проверить также противопожарное состояние всех учреждений здравоохранения, школ, детских садов на предмет соблюдения противопожарной безопасности. Я думаю, что скоординировать эту работу должно Минрег безопасности. Значит, я прошу МЧС посмотреть и дать соответствующее поручение на местах с тем, чтобы мы провели проверки там, где необходимо дать для... там необходимо проверить соблюдение противопожарных норм, значит, проверить состояние электропроводок, внутренних подводок, электрических сетей. Значит, возможно, включить в комиссии специалистов от энергетики и посмотреть режим пользования электроприборами, соблюдение режима курения, есть ли отведенные места, насколько они оборудованы, как это соблюдается, насколько контролируется запрет курения, допустим, там в палатах и так далее. Значит, то есть соблюдение этого законодательства. В случае обнаружения нарушений необходимо выдать соответствующее предписание и взять на контроль устранение этих нарушений. Также в связи с тем, что в предновогодний период хвойные деревья становятся крайне востребованы, рязанский губернатор призвал усилить охрану лесов и строго контролировать все работы, ведущиеся там. Я хочу дать поручение руководству Минлеса, Минприроды совместно с правоохранительными органами, службами ППС, участковыми, значит, главами районов усилить охрану лесов и контроль за всеми ведущимися там работами. Значит, нужно активно привлечь к участию экологические и общественные организации. Они у нас есть, хорошие, достаточно организации, активные. Их тоже надо вовлечь в эту работу. По контролю за незаконной вырубкой и вывозкой деревьев хвойных пород. Руководству ГИБДД я прошу поручить, руководству ГИБДД обратить внимание на проверку транспорта на дорогах, особенно на законы с перевозкой хвойных деревьев. В Рязанской городской думе прошло очередное заседание, на котором депутаты приняли ряд важных для города проектов. В том числе участники заседания обсудили вопрос о консессионном соглашении в отношении городских систем водоснабжения и водоотведения. Этот вопрос был также рассмотрен ранее на заседании комитета по градостроительной деятельности и городскому хозяйству Рязанской городской думы. Иван Крестьянинов расскажет обо всем подробнее. 15 декабря прошло заседание Рязанской городской думы. Всего было рассмотрено 13 вопросов. В основной повестке и два дополнительных. Впрочем, основными уже до заседания назвали вопрос об утверждении городского бюджета на 2016 год и вопрос о передаче Рязанского водоканала в концессию. Прогнозируемый объем доходов в городскую казну составит 7 миллиардов 800 миллионов рублей. Расходов 7 миллиардов 865 миллионов рублей. Бюджет, принятый в непростых экономических условиях, тем не менее остается социально ориентированным. Более 70 процентов средств будут выделены на образование, культуру и спорт. Сегодня правильно было сказано, что у нас, по сути дела, мы должны быть реалистами и мы должны понимать весь расклад своих возможностей. Ведь можно мечтать, Бог знает о чем, и о возможностях никаких нет. Поэтому нужно, естественно, свести воедино одно и другое. И, во-вторых, мы говорим о минимализации той разницы, которая складывается между расходами и доходами. На самом деле, в этом году, как никогда, она минимальна. И в этом плане документ, я считаю, был подготовлен качественным. Он был действительно тем, за который не стыдно. На заседание было принято решение о согласовании заключения консессионного соглашения в отношении системы централизованного водоснабжения города. Главным аргументом в пользу такого решения стала необходимость привлечения крупных инвестиций для масштабной модернизации сетей. Депутаты решили, что будут участвовать во всех этапах подготовки конкурсной документации, а также жестко контролировать условия выполнения соглашения. Был принято решение о том, чтобы в состав уполномоченного органа, который будет принимать решение уже непосредственно о тексте самого соглашения, его окончательного варианта, включить в состав этой комиссии, этого уполномоченного органа и депутатов Рязанской областной думы, и депутатов Рязанской городской думы. А также все те изменения, дополнения, которые претерпит документация в период конкурса, вернее в период предконкурсной подготовки, она вся, также будет с ней ознакомливаться депутатский корпус и, соответственно, будут вносить совместно с администрацией города определенные коррективы. И, значит, здесь, соответственно, работа предполагается такая тесная, совместная. Сейчас мы приступаем к самой активной фазе, это подготовка конкурсной документации, которая также будет проходить при активном участии депутатов Рязанской городской думы. И дальше объявление открытого прозрачного конкурса по поиску консессионера, который придет на модернизацию наших систем водоснабжения и водоотведения. Эта процедура прописана все в федеральном законодательстве. Процедура эта займет от момента разработки до объявления конкурсных процедур и, безусловно, объявления победителя где-то 5-6 месяцев. Результатом этой работы должно стать улучшение качества воды, снижение количества аварий и потерь в сетях. Сотрудники подразделения лицензионной разрешительной работы МВД России по Рязанской области совместно с участковыми полномоченными полиции провели в Рязани профилактические мероприятия, в ходе которых проверили условия хранения владельцами оружия на дому и проинструктировали сотрудников частных охранных предприятий, охраняющих крупные торговые центры Рязани. А также в преддверии праздников полицейские в Рязанской области усилили охрану общественного порядка на улицах. В ходе рейда по проверке условий хранения оружия в домах владельцев полицейскими нарушения обнаружено не было. Граждане строго соблюдали все необходимые правила. Полицейские дополнительно проинструктировали рязанцев о правилах транспортировки оружия в машинах. Помимо этого блюстители правопорядка провели для сотрудников частных охранных предприятий дополнительный инструктаж по действиям в указанных обстоятельствах. В частности это проверка документов, которые находятся при частном охраннике, подтверждающих их статус и право на осуществление данной деятельности, а также был проведен инструктаж частного охранника на случай возникновения каких-либо правонарушений либо преступлений на объекте охраны. Стоит отметить, что как и всегда в преддверии новогодних праздников сотрудники полиции усилят в Рязанской области охрану общественного порядка, особенно в вечернее и ночное время. Для этого к рейдовым и профилактическим мероприятиям будут привлечены сотрудники всех строевых полицейских подразделений, патрульно-постовой и дорожно-патрульной службы ГИБДД, вне ведомственной охраны и подразделений по делам несовершеннолетних. Особое внимание уделяется выявлению правонарушений, связанных с употреблением алкоголя содержащей продукции, с курением, а также проводится работа по выявлению случаев нахождения подростков в ночное время без сопровождения родителей на улицах и в иных общественных местах. Поэтому хотелось бы обратиться к родителям несовершеннолетних, учащихся, и попросить их усилить контроль за поведением своих детей. Вчера в ходе рейда сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних, отдела полиции номер 3 по городу Рязани, проверили несколько десятков молодых людей, встреченных на улицах города после 22.00. Среди них были выявлены нарушители. Несовершеннолетние, находящиеся одни в общественном месте, в неурочный час подростки были направлены домой. В Рязанском государственном медицинском университете проходят недели мероприятий, посвященных 65-летию университета на Рязанской земле. Каждый день посвящен какому-либо виду деятельности университета. Сегодняшний был посвящен Дню лечебной работы. Сотрудники Центра симуляционного обучения провели мастер-класс, обучающий приемам первой помощи. Посетили мастер-класс студенты медуниверситета и учащиеся медицинского колледжа. 16 декабря в Рязанском государственном медицинском университете прошел мастер-класс по оказанию первой помощи. Студенты вуза и учащиеся медицинского колледжа отработали умения по оказанию первой помощи на манекенах, фантомах, которые максимально приближают обучение к реальным условиям. На мастер-классе были рассмотрены самые распространенные ситуации, в которых могут потребоваться навыки оказания первой помощи. Именно поэтому мы пытаемся научить максимальное количество людей, то оказывать помощь. Потому что 70% людей бы выжили по статистике, если бы рядом с ними оказался человек, который вовремя начал оказывать эту самую первую помощь. Учитывая специфику мероприятия, мы попросили Илью Бахарева, старшего преподавателя Центра симуляционного обучения, еще раз напомнить порядок действий в экстренной обстановке. Моделируем ситуацию, в которой может понадобиться сердечно-легочная реанимация. После того, как сделали 30 раз, используя обязательно индивидуальную защиту, делаем два вдоха искусственной вентиляции легких. Для этого надо открыть дыхательные пути, выдвинуть нижнюю челюсть вперед, запрокинуть голову, зажать обязательно нос, плотно прижаться к рту пострадавшего и сделать свои два, чуть свои два усиленные выдоха пострадавшего. Специалисты симуляционного центра в рамках своей деятельности периодически совершают выезды в рязанские школы и различные организации. Раз в месяц проводятся подобные публичные мероприятия. Еще до поступления в институт нас этому обучали в школе, также на манекенах, то, конечно, они были не такие навороченные, как здесь, но нас также обучали сердечно-легочной реанимацией и всем основам. Мастер-класс проходил в рамках празднования 65-летия Рязанского государственного университета. В ближайшее время пройдет еще ряд мероприятий, посвященных разным направлениям деятельности вуза. Иван Крестьянинов, Денис Белеев, телекомпания «Город». 15 декабря – это особый день в жизни журналистского сообщества. День памяти журналистов, погибших при исполнении профессионального долга. День памяти – день нашей солидарности. День, когда мы говорим о нашей профессии. В Доме печати состоялось традиционное мероприятие, посвященное этому дню. Союз журналистов очередил эту памятную дату еще в 1991 году. Тех, кому она посвящается, немало. Рискуя собственной жизнью, журналисты выполняли свой служебный долг и отдали ее ради того, чтобы люди узнавали правду. И мы, в свою очередь, не должны забывать героизм тех, кто был до конца верен своей профессии. «Здесь очень важно, чтобы не прерывалась, как я сказал, связь времен. Чтобы те молодые ребята, которые приходят в фронтовую, в военную журналистику, чтобы они наследовали как-то опыт предыдущих журналистов. Потому что, в общем-то, задача практически и тех, кто работает в мирных условиях, и тех, кто в полевых условиях работает одна – донести до зрителя правду. То есть, практически мы глаза и уши телезрителя, читателя газет, слушателя радио. Поэтому, но это правда, иногда бывает очень горькой, иногда тяжелой, иногда смертельно опасной». В Доме печати почтили память журналистов, погибших при исполнении профессионального долга. Собравшиеся зажгли свечи и вспомнили тех, кого уже нет с нами. Ольга Харламова, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». И на сегодня это все новости, которыми мы хотели с вами поделиться. Смотрите далее. Программу подробно и прогноз погоды. А программа «День города» прощается с вами до завтра. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова